Всех приветствую, все на канале, снова с вами опять Роман Головин и сегодня я хотел бы с вами поговорить на такую тему, как уход за физическим телом. Все вы знаете, что когда мы все молодые, нам хочется выглядеть прекрасно, ходить в бурзал, чтобы были у нас красивые тела, большие мышцы, хороший рельеф, не было лишнего жира. Но когда мы приобретаем семью, вырастаем, нам некогда становится, мы много работаем, отношения к жизни меняются, больше духовно развиваемся и интерес пропадает к уходу за физическим телом. Мало на самом деле кто после сорока лет так серьезно ходит в спортзал, ухаживает за своим физическим телом. Очень мало таких людей, особенно те люди, у которых есть уже совсем неполноценно, несколько детей и так далее. Потому что уже в принципе работа есть, финансы есть большинство из нас, дети уже вырастают и как бы мы максимум, что можем, только духовно развиваемся. На самом деле, хочу даже по своему опыту вам немножко рассказать. В восемь месяцев я вообще не ходил в спортзал, немножко набрал массу тела, так как практически не двигался, очень много работал. И вы знаете, скажу вам честно, что состояние очень некомфортное, лишний раз даже нагнуться, неприятно ощущается, какие-то ощущения некомфортные. Что вот какая-то рыхлость в теле, в теле, плохо управляешь своим физическим телом, тело становится такое малопослушное. Такое мне состояние очень не нравится на самом деле. И вот, когда я начал опять ходить постепенно в спортзал, раз за разом начинается ощущать такая твердость мышц. То есть, ты контролируешь свое тело, нагибаешься, то есть, легко нагнуться, нет таких ощущений, что тебе нужно усилия для того, чтобы даже нагнуться, не то, что там для чего-то еще. Но на самом деле, когда я пошел впервые после восьми месяцев в перерывы в спортзал, на самом деле все легко и просто. Нет особой никакой отдышки. Конечно же, когда прибавляешь на снарядах очень много блинчиков, веса, тогда да, конечно, между подходами нужно отдыхать. Это такие субъективные и реальные ощущения мои, на самом деле. Всегда нужно поддерживать хотя бы два-три раза в неделю ходить в спортзал, либо на плавание, либо и заниматься йогой. Есть разные виды йоги, кто не знает, напомню, есть йоги с уклоном на дыхательные упражнения, есть на дыхание, да, есть йога с уклоном на физические упражнения, то есть, например, все-таки больше как хатка йога, вот, и больше есть направление на энергетику. Многим людям подходит и то, и другое третье, некоторым людям рекомендуется по программе заниматься определенными видами йоги. Естественно, йога, особенно физическая, очень здорово также укрепляет тело, но, конечно же, большие мышцы она не наращивает. Плавание, например, и фитнес, конечно же, могут привести тело в нужный вид. И, на самом деле, не так много нужно заниматься, чтобы выглядеть достаточно красиво и достойно, и держать форму тела в тонусе. Многие люди боятся переходить на сыроедение, ой, мне надо от протеинов отказываться, и я похудею. На самом деле, это большой миф и заблуждение. Вот, я был на сыроедении, весил 100 кг, у меня также был излишний вес, поэтому ничего страшного нет. Вот этот ключевой момент, главный переход. Вот этот переход проходит человек от 4 до 5 лет, и никаких проблем у него больше не будет. То есть, это очень важный момент для понимания, ключевой момент. Многие сыроеды рассказывают небылицы, один сказал, другие повторяют, где-то в книгах вычитали, и очень много можно испортить так людям здоровья, на самом деле. Когда человек не понимает, что он говорит, но нужно время, нужно время со всем разобраться, разложить все по полочкам. И вот этот ключевой момент, переход, он играет большое значение. Когда человек медитирует, то он развивается духовно, но помимо духовного развития нужно, чтобы наше физическое тело также было в тонусе, оно было работоспособно. Поэтому все-таки какие-то небольшие упражнения периодически нужно проводить, чтобы мышцы не были дряблыми, кожа подтянутая была, и сочетание хорошего растительного питания, физических упражнений и духовного развития дает очень хороший эффект. Мы будем себя всегда чувствовать в тонусе, отличное будет самочувствие, много энергии, и всегда мы будем смотреть в будущее. То есть, вот эти самые главные составляющие. Также хочу обратить ваше внимание, я уже несколько раз это говорил, что должна быть везде золотая середина. Ну, вроде бы такое избитое понятие, все часто слышали это, слушают, понимают. На самом деле это очень важно, когда люди держат золотую середину. Многие люди, которые встают на путь духовного развития, они хотят бросить все материальное, считают, что деньги нам не нужны, мы хотим только духовностью заниматься, жить духовно. На самом деле это глубоко неправильно, так как высоко духовно развитые люди также должны и заниматься и заработком, и обеспечивать себя, и помогать другим людям. То есть, это очень важный момент. Чем более высокоразвитый человек, тем больше он может удержать денег. И это очень важный момент. Хотя некоторые люди мне писали на канале, а вот как же так, вот есть люди такие вот нехорошие, типа олигархов, зарабатывают кучу денег. Вы не забывайте, что есть люди, которые темным силам служат, они тоже считаются высокоразвитыми только с темной стороны. Об этом тоже не надо забывать. Ходьба, кстати, очень хорошая вещь, вот когда мы ходим на воздухе, двигаемся, кстати, бег, например, да, если кто-то хочет бегать, есть желание, можно трусцой бегать, этого достаточно. Какие-то рекорды ставить, это только для спортсменов. Вы всегда не сравните себя с профессиональными спортсменами. Когда человек добивается какой-то цели, когда человек идёт вперёд, у него есть впереди цель, то есть неважно как он этого достигнет. Поэтому люди, когда занимаются и идут к своей цели, они прекрасно должны понимать, что они могут испортить здоровью, они теряют много энергии, возможно они часто будут обращаться к врачам, будут проблемы с суставами, сердечно-сосудистой системы, но в конце туннеля они должны понимать, что их ждёт слава, какие-то медали на чемпионатах Европы, мира и так далее. И мы также должны отдавать себе отчёт, для чего мы делаем, для чего мы духовно развиваемся, для чего мы должны поддерживать физическое тело. То есть не хочется, допустим, в 50-60 лет, допустим, многим из нас ходить с палочкой, либо больше проводить время на диване у телевизора. То есть если мы хотим активно жить, и чтобы ни 60-летний, ни 70-летний, ни 80-летний возраст нас не загнал в тупик. То есть в принципе, если у человека нет кармы большой, да, если человек более-менее следит за собой, более-менее находится на растительном питании и придерживается достаточно правильного образа жизни, как вот физкультурного, я так сказал, да, образа жизни, то у него никаких проблем не будет. То есть человек спокойно доживает до преклонного возраста, практически до самой смерти, он в здравом уме, то есть он контролирует своё физическое тело и выполняет свою программу. Многие люди спрашивают, на сколько процентов я выполняю свою программу. То есть каждый человек выполняет свою программу на определённое количество процентов, и это очень для многих показательно. И если человек, допустим, дожил до 50-летнего или до 40-летнего возраста и только-только сейчас начинает духовно развиваться, то человек должен быть в хорошей форме, чтобы успеть доделать все свои дела, возможно развить детей, самому физически развиться и духовно. Это очень важная вещь. Многие, кто смотрел мой канал с самого начала, видели, как я развивался, как я менялся, мои мысли как менялись, как я внешне менялся. Когда я очень серьёзно занимался физическими упражнениями, приходил в спортзал, перетаскал тонны железа, естественно, это уже был перебор, естественно, так как, приходя домой, потом сутки приходилось восстанавливаться. То есть реально колотило всё тело, очень сложно было медитировать. То есть в любом случае, когда очень много занимаешься физически, это мешает духовно развиваться. Когда много ешь, это мешает развиваться. Когда ешь очень много животной пищи, это тоже реально мешает духовно развиваться. То есть физическое тело является неким таким фильтром, когда энергия проходит. То есть чем более высокая вибрационная пища поступает в организм, тем легче человеку духовно развиваться. То есть меньше надо затрачивать энергии. Легче медитируется, легче спится. То есть человек легче перемещается в пространстве. То есть такие вещи, вроде бы нюансы какие-то маленькие, но они очень важны. Легче мысли в голове работают. Более позитивен человек становится. Всегда легче ему найти аргументы, чтобы кому-то что-то объяснить. Кстати, вот большинство из вас, кто смотрит такие как каналы, как у меня, старайтесь всё-таки проводить различные беседы с соседями, с друзьями, с товарищами. Да, может быть первое время, конечно, на вас не очень будет правильно смотреть, но всё равно в определённых людях будет зарождаться зерно определённое, что вот, мол, надо попробовать развиваться духовно, что это очень правильно, что человек без этого жить не может. Это настолько же физиологично, как, допустим, покушать или сходить в туалет. Многие люди имеют определённые знания, но эти знания, они разрозненные. Поэтому вот эти знания из лекции в лекцию я пытаюсь вам давать. сейчас, естественно, тоже получаю какие-то знания посредством контактирования с сущностями, также развиваюсь, также пересматриваю свой взгляд на мир, на какие-то ситуации, которые были у меня в жизни, либо будут, как бы я повёл в той ситуации, если я бы обладал такой-то информацией, как сейчас обладаю. «Может быть, я не пошёл бы туда учиться», «Может быть, я бы пересмотрел весь свой образ жизни» и так далее. То есть иногда, когда ты сидишь и рассуждаешь над своей прожитой жизнью, понимаешь, а вот ты сделал бы, а пошёл бы я в медицинский институт, если вот сущность мне сказала, ты не должен заниматься медициной, ты типа нарабатываешь карму. Медицинские знания, они очень полезные, они очень многогранные, они дают большую свободу, особенно тем, чем я занимаюсь сегодня. И это образование, эти знания, они очень мне помогают в общении с вами, в понимании некоторых процессов, которые протекают в организме. И лишь только какие-то мелкие ошибки, которые приходилось проходить на собственном опыте, да, не на чужих ошибках учился, а на своих набиваешь шишки. Только тогда начинаешь более понимать, чувствовать. Не всегда возможно, посмотрев со стороны, сказать, а вот, я так делать не буду. То есть пока ты сам не окунёшься, не сделаешь такую ошибку, всегда сложно очень понять. Итак, заканчивая эту видео-лекцию, хочу просто обратить ваше внимание, что не забывайте следить за физическим телом, не забывайте духовно развиваться и держитесь в золотой середине, что в питании, что в духовном развитии, что в физических упражнениях. Всего вам самого доброго. Увидимся в новых видео. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok